В отрасли пищевого машиностроения страны наметились глобальные перемены. Будущее этой сферы обсуждали в Чебоксарах на Всероссийском координационном совете по развитию промышленности. Его провел федеральный министр Денис Мантуров. Руководитель ведомства отмечает, что у предприятий пищевой индустрии спрос на российские разработки большой. Но пока недостаточно предложений. Сейчас в стране в основном производят оборудование для мукомольных заводов, хлебокомбинатов и холодильники. Львиную долю на этом рынке занимает импортная техника. Доля импортного оборудования, настолько перспективным и важным, особенно с точки зрения продовольственной безопасности, рынке сейчас составляет 87%. В том, что отечественные предприятия в состоянии потеснить зарубежных поставщиков, вы понимаете, что эту задачу можно сообща решить. Мы предложили стимулировать спрос на внутреннем рынке, как и в отрасли сельхозмашиностроения, где подобная мера, как вы знаете, уже доказала свою эффективность. В Чебоксарах федеральному министру показали перспективные разработки. На этом предприятии на протяжении многих лет производят технику для общественного питания. Ею оснащены большинство школьных пищеблоков, рестораны, магазины и не только. Недавно поступил крупный заказ и из Крыма. На кухонной технике из Чебоксар теперь готовят повара международного лагеря «Артек». Денису Мантерову презентовали и новинки завода. Это шокеры, так называемые. Когда вы берете готовые блюда, если на завтра вам нужно что-то приготовить, у вас большой банкет. За 20 уровней берете сюда, замораживаете на двух, готовы уже блюда. И завтра там просто опять размораживаете. Можете обслужить одновременно банкет или что-то такое, у больше 200-300 человек поздали. Это новое слово в технике. Прочно заняв свою нишу на рынке, предприятие продолжает увеличивать экспортные поставки. Без патентов в этой сфере работать невозможно. Конкуренты из-за рубежа, уверяя директор, уже пытались создать точные аналоги чебоксарской техники. Мы сообразили, что паром нагреваться будет быстрее. Под это дело пришлось заказать специальную машину, потому что так никто не делает. И сварка происходит другим образом. Это более прочная сварка. Некоторые иностранные наши партнеры подсмотрели часть, но другую часть не подсмотрели. Копировали одну часть, но другую нет. За последние годы на заводе провели масштабную модернизацию цехов. Для обработки металла закупили современные 3D-станки. Инновационная техника оправдала затраты. Нам итальянцы сказали, что это сделать невозможно. Сделали. Просто мы используем другую технологию сварки. У них здесь же штамповка идет. А мы просто, видите, сварка лазерная какая-то, очень удобно. Нет местного нагрева и нет корабления металла. Лазерная сварка – это очень большие перспективы вообще в мире. Еще один уникальный участок – специальный пресс для производства пищевых котлов. Новая технология сократила затраты. До этого мы делали его путем сварки. Донышко делается, обечайка делается, потом приваривается. Но это долгий был процесс. Кроме того, не обеспечил этот процесс округлости котла. Когда на маленьком котле, это незаметно. А когда есть большой котел и с миксером такие котлы, очень много используется в пищевой промышленности, лопатка будет задевать, потому что никогда круглос не получается. Сейчас, уверяет руководитель завода, спросом на российском рынке пользуются именно пищевые котлы. На их производство здесь делают особую ставку. Теперь мы крупнейшие в мире производители котлов пищеварочных где-то порядка 6-7 тысяч делаем в год. Почему мы делаем столько много котлов? Потому что все у нас едят суп. Нигде ни в Италии, ни в Германии – первая редкость. А у нас это постоянно. Поэтому у нас и котлы дешевые, и, как правило, на экспорт мы поставляем. Это котлы, параконектоматы и посудомоечные машины. Это вот последняя была инвестиция. В Европе я даже не видел таких технологий. Разработки Чебоксарского завода оценили и министры из других регионов, члены Координационного совета по развитию промышленности. Гости отметили, что в этой отрасли республике удалось сделать большой рывок. Видно, что промышленность региона диверсифицирована. Видно по отзывам предприятиям, что они получают региональную поддержку, в особенности «Жемчужиной» является радиоэлектронный кластер. И уверен, что как раз-таки они и будут дальнейшим драйвером развития по региону. Поэтому, конечно, понравилось. И я думаю, что мы найдем общие точки соприкосновения с нашим тульским регионом. Мне очень импонирует высокий уровень культуры производства на предприятиях чебоксарских. Мы побывали уже на ряде машиностроительных предприятий. Культура производства – это залог качества. Больше всего поразили, конечно, предприятия, их потенциал, их мощь, их возможности. Было приятно слышать о том, что все нацелены на импортозамещение. Складываются очень хорошие связи между нашими предприятиями, между предприятиями торговли. В части поставок отсюда сельхозяйственной продукции, вашей кондитерской продукции. У нас даже специализированные магазины уже открыты. Есть поставки вашей промышленной предприятии. Это по линии спецодежды, по линии электротехнической продукции. Поэтому я считаю, что в этом плане сотрудничество очень удачное. Взаимовыгодные амены будут только нарастать. И я считаю, что впереди у нас еще очень много больших, хороших проектов по совместной деятельности. Для производителей, работающих на пищевую отрасль, уже разработана программа поддержки. На субсидии для предприятий в федеральном бюджете заложили свыше миллиарда рублей. Министр промышленности отметил, что сейчас необходимо стимулировать и разработку инноваций. И не надо забывать, что у нас есть еще одна мера, которая стартовала в прошлом году, буквально в четвертом квартале. На этот год у нас также заложено средство в объеме почти 4 миллиардов рублей. Это ПСП, поддержка средств производства. Работает она следующим образом. До 50% стоимости пилотной партии компенсируется предприятию на поставку продукции инвестиционного машиностроения. Включая, естественно, и отрасль пищевого машиностроения. Предприятия республики с учетом тренда на импортозамещение сегодня успешно конкурируют на российском и мировом рынке. Торговыми партнерами республики являются 86 стран мира. Мы со стороны органов государственной власти для них создавали благоприятную среду и только будем создавать. Другого варианта просто у нас нет. Поэтому мы приняли решение, с учетом принятых решений правительством Российской Федерации, мы без торгов на сегодняшний день предоставляем земельные участки под прорывные проекты. Есть право такой у главы республики и у других регионов. Это на самом деле дает хорошую возможность. Достойным инструментом поддержки инноваций в федеральном ведомстве называют региональные фонды развития промышленности. Денис Мантуров отмечает, что опыт Чувашской республики необходимо тиражировать. У нас появился чемпион из регионов с учетом той тенденции, которая сформировалась в прошлом году по созданию региональных фондов. У нас до этого был Санкт-Петербург с общим объемом в миллиард. Чувашия приняла буквально несколько дней решения назад полтора миллиарда рублей фонд развития промышленности. Конечно же, это очень отрадно. Мы рассчитываем на то, что все регионы по мере своих бюджетных возможностей будут создавать аналогичные институты развития. Мы проводим большую работу в регионах нашего округа. Создаются аналогичные фонды поддержки промышленности в регионах. Сейчас из 15 фондов, которые официально созданы в России, 5 созданы в Приволжском округе. Но работа по их оформлению юридическому продолжается. Денис Мантурович совершенно точно сказал. Полтора миллиарда Чувашская республика с не самым большим бюджетом в стране. Но понимая, что это один из основных инструментов инвестиционного развития региона, выбора точек роста, синергетического эффекта, вот полтора миллиарда заложили в бюджет на 2017 год. Ну и, соответственно, с тем софинансированием, которое будет предоставлено в рамках федерального бюджета, это, в общем-то, очень существенная сумма для бюджета региона. По итогам заседания совета в федеральном ведомстве планируют издать специальный каталог товаров для предприятий пищевой сферы. В ближайшее время будет проведена инвентаризация отрасли. Заказчики должны знать, что именно производится в регионах. Задача амбициозная. Через 8 лет более 50% российского рынка должна занимать отечественная техника. Уверен, что как раз данное совещание, Координационный совет даст дополнительный импульс. Совершенно правильно была выбрана тематика. Пищевая промышленность имеет огромный потенциал для развития. Это то, что потребляется, востребовано практически каждый день в любой отрасли. Вот мы сегодня смотрели выставку. Надеюсь, вы тоже все в ней поучаствовали. От оборонно-промышленного комплекса до школы детских садов. Это все, соответственно, сфера применения пищевого машиностроения. Ну и плюс те технологии, которые там разрабатываются, они могут быть применимы. В смежных отраслях.